19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу в связи с превышением полномочий и воспрепятствованием Конгрессу. Импичмент – это процедура, которая направлена на досрочное увольнение, смещение президента. Одна часть ученых, прежде всего юристов, считает, что это чисто юридическая процедура, в основе которой лежит противоправное деяние, и, соответственно, весь процесс смещения носит чисто юридический характер. С ними не соглашаются другие ученые, которые говорят о том, что импичмент никогда не может быть чисто юридической процедуры, в нем обязательно есть политическая составляющая. Палата представителей большинства, которые составляют демократы, подозревают президента США в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Владимира Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента – демократа Джо Байдена. Во-вторых, демократы обвинили Трампа в препятствии расследования Конгресса. Они считают, что президент нанес ущерб Конституции, отказавшись давать показания юридическому комитету Палаты представителей в рамках расследования о злоупотреблении властью, лидером страны. Началось все гораздо раньше, потому что демократы вынашивали идею импичмента Трампа практически с самого начала, с момента его вступления в должность. Ну и, конечно, для них расследование Мюллера по поводу вмешательства России в президентские выборы 2016 года – это был шанс для того, чтобы начать процедуру импичмента. Но это расследование ни к чему не привело. И тогда демократы придумали новое основание для импичмента. По первой статье обвинений превышение полномочий за проголосовали 230 законодателей, против 197. По второй статье забыли 229 законодателей, против 198. Причем никто из республиканцев не поддержал импичмент Трампа по пункту превышения полномочий. Это сугубо политический процесс. Посмотрите, как по-разному с юридической точки зрения интерпретируется поведение Трампа в разговор с Зеленским. Демократы говорят, Трамп совершил противоправное деяние. А республиканцы говорят, нет, наоборот, Трамп законник. Трамп действовал именно в рамках... Почему? Потому что он требовал и просил там зарубежных людей, чтобы тот обеспечил режим законности. Что если виноват кто-то, он должен быть привлечен к уголовной ответственности. И поэтому нужно дело это обязательно довести до конца. Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в Сенат, члены которого решат оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности. Импичмент и смещение Трампа не состоится по очень простой причине, потому что сейчас голосование переносится в Сенат. Сенат принимает окончательное решение. Для того, чтобы принять решение, нужно 2 трети голосов. То есть нужно 67 голосов сенаторов. При том, как дружно голосовали республиканцы против импичмента в Палате представителей, и исходя из того, что сейчас они заявляют, скорее всего, скорее всего, все республиканцы в Сенате дружно проголосуют против импичмента. Во время пресс-конференции президент России Владимир Путин также прокомментировал ситуацию с импичментом. Нужно пройти Сенат, где у республиканцев, насколько им известно, большинство, и вряд ли они захотят представителей своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам. Это просто продолжение внутриполитической борьбы. И одна партия, которая проиграла выборы, демократическая партия, она добивается результатов уже другими способами, другими средствами, предъявляет Трампу то обвинение в сговоре с Россией. И потом выясняется, что никакого сговора не было. Это не может лечь в основу импичмента. Теперь давление на Украину какое-то придумали. 47% американцев по последним опросам поддерживают президента США. И это самые высокие цифры с тех пор, как он въехал в Белый дом. Поэтому объявление импичмента не помешает действующему президенту США вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года и принять участие в предвыборных баталиях. Эльвира Зорина, Мурат Хафизов, Универньюс.